здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема для всех будет интересно потому что эти два овоща мы очень уже любим и едим их с большим удовольствием но сначала пугалка да это болезни перца и баклажана и еще одна страничка из этого замечательного издания плакатного и мне хочется сказать что вот у этих то двух ну просто изумительно вкусных растений еще им очень полезных у них меньше болезней меньше чем у огурцов и меньше чему помидор но тем не менее они есть плодовая гниль которая мучает эти растения она достала всех и я сейчас скажу что надо делать чтобы ее не было ну плодовая гниль перца и баклажана всем давно известно это самое страшное что может с ними произойти и когда это начинается на плоде господи ты боже мой да просто готов погрызть себя за то что ты не сделал чего-то а вот чего ты милый не сделал чтобы вот этого не было вот оно это безобразие видите и все плод уже не съедобен ну да обрезать можно конечно но врачи не рекомендуют не есть ничего загнившего неважно в какой период это случилось так почему это происходит ну первая причина она всегда самое главное несоответствие почвенного состава его химического состава для перца и баклажана температурный режим освещенность растения поливка растения ничего да я вам нагородила а вы все это знаете вы все сто раз это уже слышали так что же делать чтобы не было вот вот таких заболеваний тут же кроме плодовой гнили еще масса заболеваний хоть и меньше чем у всех остальных но тем не менее их вот раз два три 4 5 6 ну да полтора десятка более чем достаточно я считаю пожалуйста при посеве при пересадке и перца и баклажана триходермин не забудьте глиоклодин не забудьте глиоклодин это его аналог ну пожалуйста ну если бы это была реклама я бы сказала кто это изготовитель сколько это стоит где это купить но я хочу помочь вам вы не справитесь сами каждый год ведь одно и то же повторяется я же это вижу если бы я это только просто придумала себе значит при посадке ну при посеве забыли ладно но при посадке в горшок пикировка ну сделайте это пускай растение будет здоровым дома при высадке на улицу или в парник или в теплицу но сделайте это добавьте в этот препарат тот или другой это поможет растению помните что перцам и баклажанам почва нужна так же нейтральная как и томата вы запомните это должны картофель томаты перца баклажаны физалис это все группа посленовых которая предпочитает нейтральную почву хорошую освещенность хорошую поливку перца и баклажаны любят воду со страшной силой просто баклажаны особенно температурный режим всегда плюс 20 никогда никаких проветриваний а около огурца это вообще категорически воспрещено так вы же зачем пихаете все в одну теплицу не устраивайте там коммунальную квартиру это польза никому не принесет под перцами и баклажанами во первых должно быть вокруг тепло во вторых под ними всегда должно быть замульчирована или опудрена смесью золы горчицы золы и звездки господи да что угодно табачной пыли и золы и так далее дорожной пыли и горчицы все что угодно но опудривайте никогда ничего не царапайте под перцами и баклажанами но нельзя этого делать корни на поверхности вы все время раните его конечно он будет болеть и тот и другой вместо того чтобы думать о плодоношении он все время борется с вами это борьба в вашу пользу заканчивается они в его он вам плодов так и не даст он все время будет то есть они они все время будут их сбрасывать но это основное что вы должны помнить про перцы и баклажаны триходермин или аналог глиоклодин я пользуюсь глиоклодином уже много лет триходермин для меня был очень хорошим открытием я попробовала и мне это понравилось поэтому я и вам говорю про это если вы не научитесь любить растения вот просто любить всей душой то ничего хорошего из этой из этих посадок и посевов не получится пожалуйста помните об этом это земля нас кормит понимаете это растение нас кормит они мы их всего вам доброго и до свидания а